Всем привет, ловите очередной топ товаров с алиэкспресс, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Думаю, никто не станет спорить с тем, что выполнение домашних дел занимает очень-очень много времени, да и к тому же иногда просто не обойтись без помощника. К слову о помощнике, не так давно компания Labrador System представила миру своё творение, домашнего робота, предназначенного для переноса различных предметов. Назвать его компактным, конечно, нельзя, но и громоздким тоже. Для ориентации по дому робота оснастили небольшими колёсиками и датчиками, помогающими запомнить маршрут. Управлять помощником можно как с помощью приложения, так и задействуя голос. Максимальную нагрузку, которую он способен выдержать, составляет 11 килограмм. Кстати, у этого робота также есть пара рук, благодаря которой он может самостоятельно брать подносы. До чего же дошли технологии. А это роботизированная собака, которая хоть и не заменит собой настоящую, но заскучать точно не даст. В числе её функций есть такие, как распознавание объектов, изображение, режим отслеживания, обнаружение лиц. Кроме того, поведение робота очень напоминает поведение настоящей собаки. Он также может передвигаться по неровной местности и преодолевать препятствия. X-Goal Mini поставляется в собранном виде, а всё управление осуществляется через приложение. Сама же компания отмечает, что AI-модуль способен работать даже локально, когда нет подключения к интернету или облаку. Следующий Аксусар приглянётся любителям водной стихии. Это перчатки-ласты с перепонками. Они помогают тренировать мышцы рук во время плавания, а также даруют солидную прибавку к скорости. Это происходит благодаря отталкиванию воды. Плавать с чем-то подобным необычно, но хотя бы раз попробовать стоит. Кто может освежить и разнообразить дачный отдых лучше, чем метание водяных бомбочек. Они очень маленькие и совсем безболезненные. При попадании в цель бомбочка взрывается, обдавая брызгами всё вокруг. А теперь вы только представьте, что будет, если закинуть сразу несколько. Не завидую я тому в кавычках счастливчику, кто окажется рядом. В комплекте приходит сразу 111 штук вместе с насадками для крана. Хотите увидеть настоящую магию? Это волшебный стакан, с помощью которого можно приготовить мороженое, йогурт, желе, коктейль и многое другое. И всё это за считанные минуты. Весь секрет в специальном геле, находящемся между стенками. Процесс приготовления вкусняшки прост. Берём стакан, предварительно оставив его в морозильной камере на часа 3. Наливаем любой напиток, а после начинаем сжимать стенки до тех пор, пока жидкость не превратится в мороженое. Вуаля! Время летит сумасшедшей скоростью, иногда так сильно хочется его замедлить, чтобы подольше насладиться моментом. Кстати о наслаждении, я хочу показать вам нечто необычное, интересный гаджет, который покорит каждого своим невероятным свойством. Это Slow Dance, рамка замедляющее время. Любой лёгкий предмет, помещенный внутрь устройства, двигается словно в режиме замедленной съёмки. Но к сожалению, это всего лишь иллюзия. И никакое время на самом деле не замедляется. Весь секрет заключается в системе, состоящей из простейшего электромагнитного механизма. Он заставляет объекты вибрировать, а размещенная по всему периметру LED-подсветка подсвечивает их так, что создаётся стробоскопический эффект невидимости, за которым и скрывается часть движений. Все знают, что лето – это пора вечно жужжащих над ухом мух и комаров. И чтобы они не заполнили весь дом, выставив вещички хозяев за дверь, придумано множество самых разных ловушек. Но сегодня я хочу показать вам довольно необычный вариант. Это автоматическая вращающаяся ловушка. Работает она следующим образом. По всему периметру устройства предусмотрены чаши, в которые можно налить немного сладкой воды или положить что-то, что будет привлекать крылатых. Когда они подойдут, чтобы немного подкрепиться, вращающая часть заманит их вовнутрь, а откуда никак не выбраться без посторонней помощи. В числе преимуществ именно такой ловушки – тихая работа, нетоксичный метод, малое потребление энергии и, что самое главное, результат налицо. Всего за пару часов тюрьма пополнится новыми узниками. А это маленький замочек, который можно повесить, например, на чемодан, шкафчик, велосипед или рюкзак, чтобы защитить свои вещи от любопытных варвар, которым на базаре оторвали нос. Однако я бы не советовал с его помощью запирать двери в гараж или же дом. Открыть замок можно лишь одним способом – отпечатком пальца. Как заявляет производитель, встроенного аккумулятора хватает на год работы. Подзарядка осуществляется через микро-USB кабель. На очереди полезная находка для любой кухни. Это электросушилка – устройство, позволяющее получать нужную порцию витаминов не только в сезон. Она имеет несколько этажей, на которых можно разместить различные фрукты, овощи, ягоды, а также травы. В процессе работы дегидратора продукты высыхают, немного уменьшаются в размерах, но при этом сохраняют натуральный вкус, аромат и ценные питательные вещества. За регулировку температуры отвечает кнопка на корпусе. Специально для желающих бросить себе вызов и проверить спортивную подготовку я добавил в этот выпуск SportsMate 5. Специальный экзоскелет способный как снизить нагрузку, так и увеличить. Устройство крепится к нижней части тела. Комфортное прилегание обеспечивает регулируемая надувная прокладка, располагающаяся в внутренней стороне пояса. А теперь о главном, о двух режимах. Первый, как я уже отметил, помогает своему владельцу идти вперед, задействуя двигатели один за одним. Второй же наоборот, усложняет движение. Этот режим необходим спортсменам во время тренировок, чтобы создать дополнительную нагрузку на мышцы. В этом случае двигатели, ранее обеспечивающие ускорение, начинают генерировать обратный крутящий момент, создавая сопротивление. Тот, кто питается не только яичницей, не понаслышке, знает, как тяжело бывает на глаз определить нужное количество специй или иных ингредиентов, необходимых для приготовления блюда. Однако с электронной мерной ложкой эта задача становится гораздо проще. Ложка представляет собой полноценные весы в компактном виде. С всей помощью можно взвесить как сыпучие, так и жидкие продукты. На рукояти устройства располагается дисплей, а также несколько кнопок, отвечающие за выбор шкалы измерения, фиксацию результата и сброс данных. Каждый взрослый человек, уезжая на работу или учёбу, обязательно берёт с собой что-нибудь перекусить. У некоторых это полноценный завтрак, обед и ужин. И, конечно, для таких блюд простых контейнеров недостаточно. Другое дело ланчбокс, да и не простой, а с подогревом. Ведь, согласитесь, горячая или хотя бы тёплая еда всегда вкуснее и холодной. Для того, чтобы подогреть содержимое, ланчбокс необходимо подключить к сети, подождать в зависимости от блюда 15-10 минут, и можно приступать к трапезе. Стоит отметить, что таким образом перекус превращается в сытный обед, после которого и работать куда лучше. А это складная пароварка Lotus, которой ваши блюда будут не только вкусными, но и полезными. Такое название она получила из-за множества раскрывающихся лепестков, отвечающих за вместимость. Благодаря этому пароварка может использоваться как в средних, так и в больших кастрюлях с диаметром от 16 см. Помимо лепестков, конструкция также предусматривает ножки и удобную ручку с резиновой крышечкой, ухватившись за которую вы не рискуете обжечься. Хотите, чтобы ваши пяточки были такими же мягкими и нежными, как у младенца? Тогда держите годный аксессуар для ванных процедур. Он предусматривает собой большой тапок с щетиной и пемзой, который с помощью нескольких присосок крепится к дну ванной или душевой кабины. При принятии душа мягкая щетина очистит все трудонаступные места, а пемза, расположенная с другой стороны, быстро обработает огрубевшую кожу, а также избавит ногу от мозолей и натоптышей. Любите шахматы, но не можете найти достойного соперника? Не беда, особенно когда существует Нео. И нет, речь идёт не о главном герое серии фильмов «Матрица», а о шахматной доске. Хотя Нео и классическую доску объединяет лишь дизайн. В остальном это абсолютно разные вещи. Устройство от компании InfoVentient представляет собой интеллектуальную платформу, используя которую пользователи из разных уголков света могут играть друг против друга. При поиске подходящего оппонента Нео учитывает уровень навыков, чтобы всё было по-честному. Кроме того, она может выполнять роль учителя, анализируя ошибки прошлых поединков. Устройство работает в паре со специальным мобильным приложением. С его помощью можно не только подбирать игроков для партии, но и транслировать свои игры, делиться результатами с друзьями, осуществлять видеозвонки, а также создавать и принимать участие в турнирах. Самураи на месте, иначе ликовое подготовил крутейшую катану из киберпанка. Её длина достигает 100 сантиметров, а вес будет около 800 грамм. Отличительной особенностью такого меча, конечно же, является яркая подсветка. Продавец предлагает на выбор самые разные статические цвета, или более дорогую версию, насыщенность, эффект и оттенок, которые регулируются с помощью приложения. Как по мне, такое оружие можно смело использовать на косплей-вечеринках. Все обзавидуются. Каждый уважающий себя велосипедист знает одно очень важное правило – безопасность превыше всего. Именно заботой о ней и были разработаны следующие перчатки. От обычных они отличаются наличием сигнала, с помощью которого можно предупредить других водителей или пешеходов о своих действиях. Держась за руль, стрелка будет информировать встречный транспорт, а подняв одну руку вверх, велосипедист предупредит тех, кто находится сзади. Производитель гарантирует, что защитные функции перчатки справляются не хуже информационной. При покупке, кстати, можно выбрать размер. А вот что я называю конструктором. Для взрослых это большой комплект для сборки робота-танка на системе Ардуино, который приглянётся всем тем, кто любит мастерить необычные штуки. Он включает в себя печатные платы, крепежи, сенсоры, помогающие роботу ориентироваться в пространстве, моторчики, пульт дистанционного управления, а также светодиодный экран. Всё можно собрать без пайки, а затем, подключив свои навыки программирования, прописать команды с помощью программной оболочки Ардуино. В результате получится очень классная игрушка, которая не только быстро ездит, но умеет определять и преодолевать препятствия, а также следовать за объектами. О том, кто такой Бамблби, знает даже человек, который никогда в своей жизни не смотрел Трансформеры. Хотя что там говорить, взрослые люди, которым уже за двадцатку, не прочь в какой-нибудь праздник зажечь с этим автоботом и пищат от радости, когда его видят. Так что фанатская аудитория у него внушительная. А для истинных поклонников Бамблби в Китае даже продаётся тематическая колонка, одновременно являющаяся детализированным шлемом со светящимися глазами. Мощность такого устройства составляет 3 ватта. У него есть поддержка Bluetooth 4.1, порт USB и слот для карты памяти. Заряда батареи хватает на 6 часов работы в автономном режиме, и для полной подпитки аккумулятора потребуется 2-3 часа. Представляю вашему вниманию Flipper Zero. Необычный электронный мультитул, основное предназначение которого – считывать и отправлять сигналы различных типов. Устройство может выступать приёмником или передатчиком Bluetooth, передавать и принимать радиосигналы на разных частотах, отправлять или принимать команды в инфракрасном диапазоне, а также взаимодействовать с гаджетами по NFC или через прямое подключение. Интересной фишкой Flipper является открытое программное обеспечение. Это означает, что каждый пользователь сможет добавить что-то своё, расширив функционал гаджета. Зачем же нужен этот брелок? Самое очевидное применение является сбор электронных, беспроводных и радиоключей в одном устройстве. Также с его помощью можно управлять бытовыми приборами, используя инфракрасный передатчик. Так, например, можно переключать каналы на телеке в баре, а также включить или отключить кондиционер в какой-нибудь общественном заведении, чего делать я, конечно же, не советую. Ну а самые отчаянные пользователи смогут превратить электронный брелок в Bad USB Gadget, с помощью которого получится хакнуть или перепрограммировать устройство, не имеющего защиты от перепрошивки по USB. Мини-бар это любимчик большинства людей на отдыхе, поэтому я предлагаю растянуть удовольствие и обзавестись домашним мини-холодильником. Он продается в двух милых окрасах, в виде мишки и уточки. Внутри есть множество удобных полок, на которые можно как поставить бутылки, так и разместить снеки. Температура настраивается снаружи, через удобный индикатор. Также холодильник можно подключить к смартфону через Bluetooth. Он будет воспроизводить музыку, дезинфицировать ваше мобильное устройство и создавать уютную атмосферу при помощи подсветки. А это интерактивная камера, которая сильно поможет всем владельцам домашних животных. Она имеет HD-разрешение с широким углом обзора, а также двухстороннюю аудиосвязь со встроенным голосовым помощником. Установив на свой телефон специальное приложение и подключившись к камере, вы можете лично наблюдать за тем, как данное устройство играет с вашим любимым питомцем при помощи лазерной указки. Ну а если у вас пока нет времени, не беда. Все записи автоматически сохраняются в облаке, а стартует съёмка сразу, как только устройство фиксирует шум или движение. Поэтому вы никогда ничего интересного не пропустите. Не знаю кто как, но лично я постоянно поднимаю сидушку туалета, чтобы сходить по маленькому. Однако я также знаю и немало людей, которые этого не делают. Поэтому после них так не хочется трогать стульчак. Если вы меня отлично понимаете, то наверняка испытывали подобный экспириенс. А значит нам обоим может помочь такая простая штука. Берёте её в руки, отклеиваете нижнюю часть, липучкой присоединяете к стульчаку и вуаля! У вас появилась дополнительная ручка, за которую теперь легко можно поднять и опустить сидушку, при этом ни капли не брезгуя. На очереди полезный мультитул, который пригодится всем продвинутым и начинающим велосипедистам. Он называется Rock Boss и включает в себя сразу 16 инструментов, которые по-любому когда-то допригодятся. Здесь есть шестигранные ключи от 2 до 6 мм, крестовая и плоская отвертка, три гаечных ключа, ключ для спиц, а также три головки. При этом мультитул отличается компактными габаритами, надёжной конструкцией и стильным внешним видом. Голограммы постепенно набирают популярность. Это тренд, который определённо захватит весь мир и перевернёт индустрию. Если вы тоже не хотите отставать и желаете одним из первых заценить эту фишку, то вот вам мини-пирамидка, которая в скромной паре с вашим телефоном смогут спроецировать какие-то 3D рисунки. Делается это очень просто. Берёте в руки свой смартфон, находите в интернете подходящие видосы и кладёте телефон экраном вниз прямо на пирамиду. В итоге картинка отразится от грани пирамиды и создастся полная иллюзия парящего в воздухе объекта. Думаю, не меня одного достал постоянный бардак на рабочем месте. То, что провода вечно спутаны и не поймёшь, какая зарядка к чему относится. Чтобы решить эту проблему, можно обзавестись подобной подставкой, которая является универсальной зарядной станцией для всех ваших гаджетов. Забегая немного вперёд, она подходит и для устройств Apple, и для гаджетов на Android. Так вот, эта зарядная станция может одновременно питать ваш телефон, часы и наушники. При этом она показывает время и не занимает много места. Другой предмет, который уже давно уверенно и поэтапно завоёвывает всю индустрию игр, это VR, или же виртуальная реальность. Однако из-за дороговизны главного атрибута, то есть очков, мало кто может позволить себе сполна насладиться всей движухой. Но если вам нужно было лишь найти подходящую хорошую модель, то вот, держите. Это Oculus Quest 2. Автономные очки виртуальной реальности с шестью степенями свободы. От предыдущей версии шлем отличается увеличенным объёмом внутренней памяти. Очки оснащены топовым качеством картинки, точными контроллерами, объёмным киношным звуком, морем игр и кучей всяких других плюшек. В общем и целом, вещица очень годная. Фонарик незаменимый помощник в любых походах или ночных прогулках по неосвещённой местности. Однако, если носить с собой большие тяжёлые модели вам не хочется, то вот вам кое-какой мини-вариантик. Он ну попросту во всём идеален. Во всём, за исключением ёмкости батарейки. Она тут всего 80 мАч. Поэтому светить всю ночь напролёт вряд ли вы сможете. Зато за счёт своих скромных габаритов фонарик всегда будет под рукой. Его световой поток составляет целых 450 люмин, а дальность действия достигает 350 метров. Плюс, конечно же, он всячески защищён от влаги и пыли. Если вдруг среди зрителей есть пользователи Nintendo Switch, то вот вам годный чехольчик. Не оставлять же любимую приставку без защиты, верно? Материал, из которого он сделал, не прибавляет устройство веса, а также защита не мешает доставать контроллеры. Плюс, чехол приятен на ощупь, не выскальзывает из рук и надёжно держит приставку, защищая её не только от срапин, но и от падений. А то все мы прекрасно знаем, как во время важной игры что-то из-за поражения может куда-то полететь. Не специально, конечно же. На очереди металлический цилиндр, который незаметно умещается на любом рабочем месте и приносит человеку много пользы, ведь он является корректором осанки. Устройство использует технологию искусственного интеллекта, чтобы отслеживать ваши привычки сидения. После установки базовой позы вы получаете световые и голосовые индикаторы, которые сообщат вам, что нужно перенастроить. У механизма существует два основных режима – смарт и кастом. Умный – это настройка по умолчанию, которая применяется к правильному сидению, положению при работе за обычным столом. Вторая же настройка позволяет пользователю установить свои собственные идеальные позы. Это может означать сидение немного вперёд, дальнейшее отклонение назад или что-то ещё. Ну а принцип работы, думаю, всем понятен. Как только человек перейдёт в неправильное положение, раздастся сигнал, который быстренько сподвигнет всё поправить. Это радиоуправляемый планер Phonex 2400, являющийся очень крупной моделью с размахом крыла в целых 2,5 метра. Кстати, именно этот огромный размах вместе с небольшим весом позволяет самолётику держаться в небе больше одного часа. Но даже если вы вдруг упадёте, это не беда. Изготовленные из ударопрочного пластика корпус и действующие закрылки всегда позволят повторить полёт. Ну а про внешний вид, думаю, говорить и вовсе не стоит, все и так видят, какой он красавчик. Туалетный ёршик это, конечно, круто, только вот в конечном итоге его всё равно приходится мыть, и он, как ни крути, может испускать не самые приятные запахи. Да и вообще, им не везде получается убрать, не тронув при этом чистые места. Такова уж его форма. Однако, существует альтернатива обычному ёршику. Она представляет собой установку из палочки и набора одноразовых щёток. Просто одеваете насадку на палочку и делаете все нужные дела. Из-за носовидной формы это происходит очень просто и быстро. Ну а потом, когда всё готово, выбрасываете насадку и возвращаете палочку на исходное положение. Легко и эффективно. Конструкторы это очень увлекательные игрушки, которые понравятся как детям, так и взрослым. Особенно старшему поколению зайдёт вот этот глобус. Он полностью деревянный, собирается в красивейшую установку с прокруткой через шестерёнки, временными зонами, необычными шрифтами и подробной картой. В общем и целом, это отличный подарок любому ценителю конструкторов и географии. Странные настольные игрушки, чек. Эта необычная игрушка называется «Выдави прыщи Питу». Поверьте мне на слово и ни за что, слышите, ни за что не играйте в неё во время еды. Правило следующее. Каждому игроку предстоит повернуть стрелку на игровой панели и выдавить тот прыщ на лице Пита, на который она укажет. Но это ещё не конец. Видите большой, болючий, красный прыщ на носу? Так вот, в него заполняется вода или любая другая жидкость, и самому невезучему на один из ходов содержимое может попасть прямо в лицо. Побеждает в игре игрок, у которого будет больше всего успешных прыщей. На очереди полезное устройство, которое позволит вам быстро делать до 300 различных коктейлей, рецепты которых уже автоматически внесены в базу приложения, разработанного под этот автомат. Тоже про сам автомат, он состоит из базы с местом для бокала, встроенного Wi-Fi, блока для связи с мобильными устройствами и семью съёмными емкостями, которые легко моются и могут храниться в холодильнике. Также устройство оснащено системой самоочищения. Это удобный чайник Биолайт, который будет полезен в первую очередь в походе. Его фишка в том, что он позволяет приготовить не только горячие напитки, но и вкусный обед. Всё дело в его складной конструкции, который может превратить его как в чайник, так и в кастрюлю с котелком. Биолайт сделан из нержавеющей стали, занимает мало места и очень легко моется. К сожалению, наши любимые старички не всегда себя хорошо чувствуют. Порой они могут оказаться в таком положении, что набрать близких по телефону не представится возможности. Чтобы всегда быть на чеку, придумано такое вот мини-устройство. Оно в один клик отправит кому надо сообщение о помощи, а также вышли текущие координаты. Кроме того, у гаджета есть и автоматическое распознавание падения на случай, если человек рухнет без сознания. Это стерилизатор, используемый для дезинфекции ножей и разделочных досок. Кроме того, он выступает в роли сушилки, а также подставки для хранения кухонных приборов. Из плюсов также можно выделить разные цвета элементов. Это важно, чтобы вы не перепутали, каким ножом и на какой доске вы разделали сырое мясо, а где резали овощи. Бонусом здесь добавили и небольшую область для быстрого натирания небольших продуктов, таких как, например, имбирь или чеснок. Мелочь, а приятно. А это беспроводные перчатки-контроллеры, предназначенные для ещё более полного погружения в виртуальную реальность. Благодаря множеству сенсоров у пользователя будет возможность использовать сразу две руки и в точности передавать все движения пальца. Каждая из перчаток имеет минимальный отклик, быстро коннектится, а также удобно сидеть на руке. Если вы часто читаете ночью и уже устали париться с подсветкой, то ловите годного помощника. Он называется Бовьё и представляет собой миниатюрный ремешок, который крепится между корками книги. Из-за своей выпуклой формы, расположенных по всему периметру фонариков, Бовьё отлично освещает все страницы, а также никак не мешает во время их перелистывания. Продается в большом количестве расцветок. Оказывается, заниматься спортом может быть не только полезно, но и интересно, особенно если делать это вместе с Лимп Айо, интерактивной игрой-консолью, которая вместе с проектором превращает скучную стену в большую сенсорную панель для занятий фитнесом и развлекательных игр. По-моему, это отличный способ совместить приятное с полезным и увлекательно провести время с друзьями или семьёй. Для установки подойдёт любое помещение, где есть минимальное пространство 3х3 метра со свободной стеной. Подключение может осуществляться несколькими способами – HDMI, Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. К слову, приходит Лимп Айо уже с предустановленными приложениями, среди которых есть обучающие программы, запускающиеся даже без доступа к интернету. У каждого человека, когда он нервничает, есть привычка что-нибудь перебирать, крутить или вертеть в руках, и кажется, я нашёл идеальный вариант для снятия стресса. Это тактильная игрушка-спиннер Fiddle Style, разработанная американским дизайнером и начинающим иллюзионистом Аданом Вейбером. Она представляет собой небольшой стержень, оснащённый четырьмя пластиковыми кнопками, стальным шаровым кликером, слайдером, выключателем, резиновыми джойстиками, щёлкающими шестерёнками, резиновыми пупырышками, а также петелькой, при помощи которой игрушка вращается вокруг пальца. В комплекте с ней приходит и съёмная насадка со светодиодным спиннером, который светится в момент вращения. Покажите мне хотя бы одного геймера, кто не знает о существовании такой компании, как Razer. Их игровыми девайсами пользуются люди со всего света. И сегодня я хотел показать вам наушники-вкладыши, предназначенные как для мобильного гейминга, так и обычного пользования. Полностью заряженных ушей хватит на 3 часа непрерывного воспроизведения, кейс же может восполнить заряд до 4 раз. На каждом вкладыше установлен сенсорный интерфейс, используя который, можно приостановить, запустить или пропустить трек, а также принять вызов или активировать голосового помощника. Поскольку это Razer не обошлось и без яркой RGB-подсветки. Режимы цвета и насыщенность регулируются через приложение. К слову, игровыми эти наушники делают функции активного шумоподавления и низкая задержка. Не зря говорят, чистота и порядок внутри автомобиля – залог спокойствия водителя. Ведь согласитесь, в салоне, где вещи лежат на своих местах, хорошо пахнет и нет мусора, даже приятнее находиться. Чтобы этот порядок был всегда, компании предлагают различные вспомогательные приспособления, вроде портативных мусорных контейнеров. Свои формы, они очень похожи на термосы и размеры являются главным преимуществом. Контейнер не занимает много места и открывается путём нажатия на крышку. В комплекте с ним приходят сменные пакетики. А это дринка – игра для того, чтобы разбавить обстановку и расслабиться. Наверное, уже по одному названию понятно почему. Дринка состоит из игрового поля, 6 рюмок и фишек. Суть заключается в том, чтобы запускать фишки и наблюдать за тем, в какую из рюмок, повинуясь воле случая и законам физики, она упадёт. Дальнейший исход событий зависит от установленных правил. Самый простой вариант – выпить содержимое. Но если вы хотите добавить азарта, можно чередовать рюмки с алкогольными напитками и обычными. Нередко людям приходится хранить важную и не очень информацию на съёмных носителях. Это могут быть как документы, так и фотографии или уже учебные материалы. Чаще всего в качестве хранилища используются флешки. Они маленькие, легко подключаются, всегда под рукой и без особых проблем работают с любыми устройствами. Но вот стандартные модели слишком скучные, другое дело флешка, представляющая собой человеческий палец. Она очень мягкая и реалистичная. Имеет ногтевую пластину и даже по цвету соответствует настоящему. Накрасить бы ещё ногти и вообще не отличить. Устройство продаётся объёмом от 4 до 512 гигабайт. Подводный мир полон интересного и, наверное, каждому было бы любопытно понаблюдать за его обитателями. Осуществить такое желание можно с помощью Power Delphin. Это беспроводной дрон, способный вести 4К-съёмку как над поверхностью воды, так и на глубине до 30 метров. Для этого он оборудован двойной камерой, вращающейся на 220 градусов. Кроме того, специально для рыбаков Delphin предусматривает контейнер для рыболовных приманок. Его максимальная скорость составляет 4 метра в секунду. Полностью заряженного аккумулятора хватит на 2 часа плавания. Зарядка же отнимает 2,5. А это MyCobot – индивидуальный шестиосевой робот-манипулятор, считающийся одним из самых простых и лёгких в своём роде. Его отличительной особенностью является Hobot, способный захватывать различные предметы и взаимодействовать с эффекторами вроде присосок или адаптивных захватов. Благодаря своим возможностям манипулятор может быть полезен в лабораториях и научных центрах в сфере образования и лёгкой промышленности, а также в творческой деятельности. Но это далеко не максимум возможностей. Робот подаётся обучению и постоянно развивается. Управление им осуществляется через компьютер или контроллер. А ну-ка встречайте нового гостя нашего шоу. Его зовут Эбо Эйр. И это домашний компаньон, который с радостью поиграет с детьми или животными, проконтролирует пожилых людей и их состояние, а также присмотрит за домом, когда никого нет. Для этого в него установлена HD-камера, инфракрасное ночное видение, а также динамики и микрофон для двухсторонней связи. Специальная технология позволяет Эбо распознавать всех членов семьи, включая питомцев, автоматически записывать видео с участием выбранного объекта, а также делиться материалом. Для более реалистичного взаимодействия во время игр робот активно использует цифровую анимацию и смешные звуки, а также лазерную указку. Эбо также умеет подстраиваться под ситуацию, меняя свой голос и поведение. Управление гаджетом осуществляется через специальное приложение для iOS и Android, где можно управлять движением помощника, выбирать различные режимы и устанавливать расписание. Народ, к репоту заказывали. Это, пожалуй, самая пугающая бомбочка для ванны. Она выполнена в виде жуткого лица клоуна Пеннивайза, также известного как оно. Даже не знаю, мне было бы немного не по себе принимать ванну, видя как она превращается в красное месиво, а прямо из-под воды выглядывает это чудовище. Но у меня есть куда более интересные планы, например, подарить по бомбочке своим друзьям, пускай наслаждаются. Ну, если, конечно, смогут. Как же летит время, казалось бы совсем недавно был май, а уже половина лета за спиной. Магия какая-то. Что ж, давайте хотя бы сейчас полно насладимся тёплой погодой. А без чего не обходится лето? Правильно, без водных сражений. Специально для них я добавил в этот выпуск Spyro One. Это современная пушка, в которой установлена электронная насосная система и небольшой дисплей, отображающий запасы и уровень заряда. Устройство стреляет на расстояние 7,5 метров. Хм, я тут подумал, а будет ли у соперника в этом случае шансы? Кажется, нет. Для пополнения запасов пистолет необходимо пустить в воду и нажать на кнопку. К слову, аккумулятора хватает на целый день. Вау, это необычная колонка, представляющая собой неопознанный летающий объект. Её конструкция состоит из двух частей. Звук передаётся через левитирующее блюдце. А башенное основание служит станцией для подзарядки. Процесс сопровождается яркой светодиодной подсветкой, с которой колонка превращается в интересный ночник. Полностью заряженной батареи хватает на 8 часов проигрывания музыки. А для подключения различных устройств используется беспроводной интерфейс. А это реально читерская вещь. Перед вами браслет, но не совсем обычный. Под видом яркого украшения скрывается очень даже вместительная фляга. Визуально аксессуар ничем не отличается от обычного, разве что размеровый. Но учитывая моду, даже к нему не докопаться. На браслете есть откручивающаяся крышка. Снимаете её и заполняете резервуар любой жидкостью. А что это будет, решать только вам. Летом все разговаривают в сланцах, босоножках и другой открытой обуви. Но я готов поспорить, что такой модели вы ещё точно никогда не видели. Это сланцы, стелька которых состоит из ярко-зелёной искусственной травы. Настоящую свежескошенную она конечно не заменит, но приятный массаж сделает. Шлёпки продаются в чёрном и белом цветах и размерах с 37 по 45 включительно. На очереди бриф. Необычный воздухоочиститель, представляющий собой небольшой лес. Визуальное устройство напоминает домашнее растение, помещенное в стеклянную капсулу. Более 90% очистителя – натуральные материалы. Также работает он на биоразлагаемых фильтрах. Воздух проходит 4 уровня фильтрации. Мок задерживает пыльцу, аллергены, кокос, бактерии и споры, шёлк, мелкую пыль, активированный уголь, вредные газы. В составе основного корпуса слоновая трава и картофельные очистки. Следующее украшение предназначено для шлема. Это очень яркие густые съёмные косички, крепящиеся на кружок с липким основанием. С ним защитная экипировка смотрится куда более интересно. Многие даже используют косички для создания образа. Подойдут они для любого шлема – мотоциклетного, горнолыжного или велосипедного. К каждому хвостику прилагается бант, резинка и липкая основа. Люди тюнингуют собственные машины совершенно по-разному. Кто-то ограничивается изменениями снаружи, а другие заходят дальше и тюнят даже коробку передач. Только не её механизм, а оболочку рычага. Если вам хочется управлять машиной при помощи катаны, вы знаете, что делать. Она приходит в разных цветах, имеет неплохое качество сборки, а также очень легко устанавливается. К тому же, благодаря катанию у вас увеличивается длина переключателя, а это не только красиво, но и удобно. А это необычное колечко, представляющее собой термометр. Внутри него установлены крошечные датчики, быстро собирающие информацию и определяющие температуру. Их точность составляет плюс-минус 2 градуса. Однако, учитывая этот факт, что температура кистей может быть значительно ниже температуры тела, в остальном же вещь неплохая. Сигнал – это походный мультитул, рассчитанный на самые непредвиденные ситуации. Здесь реализовано 19 различных инструментов, в числе которых молоток, сменные кусачки особой прочности, острый стальной клинок, универсальный нож с прямой и волнообразной заточкой, алмазная точилка, а также набор отверток. Изюминкой изделия являются универсальные пассатижи, выполняющие роль кусачек и острогубцев. Для комфортного хранения и транспортировки мультитул приходит вместе с нейлоновым чехлом и карабином. Последний помогает закрепить инструмент на рюкзак. А это AromaSense – устройство, объединяющее в себе сразу несколько функций, нацеленных на улучшение сна и поднятие настроения. Речь идет об ароматерапии, программе индивидуального освещения и успокаивающих звуках. Ведь наверняка многих расслабляют звуки дождя, столкновения волн, пение птиц. AromaSense предлагает три программы – Sleep, Relax и Focus. Первая помогает подготовиться ко сну, используя приглушенный закатный свет, успокаивающие ароматы и музыку. Утром же она выполняет роль будильника, включая что-то более энергичное и бодрящее. Вторая программа использует пульсирующий свет, нежный аромат и музыку, идеально подходящую для медитации. И наконец последний предлагает бодрящий синий свет, свежий аромат и мягкую музыку, с которой будет проще всего сосредоточиться на выполнении какого-то дела. К слову, запахи можно смешивать, создавая собственные миксы. Наверняка каждый хотя бы раз в жизни покупал еду или напитки в торговых автоматах, где нужно закинуть денежку, а после нажать на соответствующую кнопку. Так вот, знали ли вы, что подобные автоматы существуют и для дома? Они конечно не такие огромные и функциональные, но со своей задачей вполне справляются. Автомат одновременно являющийся холодильником вмещает в себя до 10 банок с газированными напитками. Питается он от сети или прикуривателя. Его габариты составляют 235 на 650 и на 415 миллиметров, а вес 8 килограмм. Я хоть не заядлый путешественник, но считаю, что у каждого человека обязательно должен быть качественный чемодан. Скорее всего многие со мной не согласятся, ведь качество стоит больших денег. Однако согласитесь, куда лучше один раз купить и больше никогда к этому не возвращаться, чем менять их каждый год. Специально для тех, кто придерживается моих взглядов, я подготовил вместительный чемодан, одновременно являющийся шкафом. Далеко не все любят раскладываться в отелях, да и в конце концов, иной раз может просто не хватать места. А тут всё под рукой. 5 простых полок для вещей, большие карманы под технику, замок, защищающий всё добро. Одни плюсы. А это контейнер для хранения зелени в холодильнике. Выполнен он из прозрачного пластика, нижняя часть заполнена водой, которую нужно менять приблизительно каждые 2 дня. Благодаря таким условиям зелень дольше сохраняет свою свежесть и аромат, а также не впитывает другие запахи. Как отмечают пользователи, на срок контейнер никак не влияет. Туалетная пианино. А почему бы и нет, это специальный коврик с вырезом под унитаз, на поверхность которого нанесены клавиши. На каждую можно нажать, но только делать это нужно не руками, как все привыкли, а ногами. Питается устройство от батареи, и для экономии заряда через 60 секунд после последнего нажатия происходит автоматическое отключение. Наверное, вы зададите логичный вопрос, а где же здесь динамик? Он располагается на одном из уголков рядом с кнопками смены режимов, которых здесь 3. Что ж, учитывая то, как много времени мы проводим сидя на белом троне, через месяц после начала репетиции каждый научится играть лунную сонату. Многие животные не любят фотографироваться, постоянно убегают или отводят взгляд от камеры. Но бывают случаи, когда нам ну очень хочется запечатлеть моменты. И сделать это можно с помощью специальной селфи-палки для четвероногих. В отличие от привычной, она служит креплением не для смартфона, а для вкусняшки. Увидев ее раз, животное больше не сможет отвести глаз и будет постоянно смотреть в одну точку, пока не получит своего. По-моему, это отличный способ заставить сидеть на месте даже самого активного питомца. Солнцезащитные очки большого размера существуют уже давно, но китайцы довели эту модную тенденцию до крайности, представив линейку, покрывающую практически все лицо. Многие говорят, что это уже не очки, а солнцезащитный козырек, но производитель считает иначе. Модель представляет собой большую поляризационную линзу с ультрафиолетовым фильтром, закрывающим все лицо. Она имеет дужки, как у обычных очков и держится на голове владельца по тому же принципу. Глядя на аксессуар, становится ясно, что он скорее модная штучка, чем практическая вещь для ежедневного использования. А как считаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Светящиеся вещи всегда привлекали нас больше обычных, и кто бы мог подумать, что когда-то появятся дозаторы для мыла с подсветкой. Никакой практической пользы они не несут, но комната становится красивее. Устройство активируется в момент, когда происходит движение. Спустя 30 секунд подсветка автоматически отключается. Переключаются цвета с помощью кнопок на нижней панели. А это самый настоящий шпионский девайс. Он представляет собой часы, с помощью которых можно взламывать и создавать поддельные сети Wi-Fi, сбивать с толку трекеры и просматривать трафик на небольшом OLED-дисплее. Эти часы также оснащены микроконтроллером ESP8266, двумя лазерами, действующими на расстоянии 100 метров, и батареей мощностью 800 мАч, обеспечивающей работу устройству в течение 7-8 дней. В целях вашей же безопасности я настоятельно не рекомендую использовать эти часы со злым умыслом. Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих друзей каскадом мыльных пузырьков? Специально для таких случаев и существует Bubble Gun. Одно нажатие на кнопку и сотни шариков пускаются в небо. Так что весёлая радостная атмосфера на любом мероприятии гарантирована. Не сомневаюсь, что такая игрушка сумеет порадовать и взрослых. Я вот, например, с огромным удовольствием взял бы такую базуку на пенную вечеринку у бассейна. Как же прекрасно пройтись босиком по тёплому пружинищему мху где-нибудь в лесу, любаясь зеленью и слушая пение птиц. Но если леса поблизости нет, тогда хотя бы прогуляться по маховому ковру в своей ванной комнате. Швейцарка Нуген Лячан создала по-настоящему странное и необычное изделие. Для него она использовала три разновидности мха – лесной, шаровидный и соокеанических островов. Несмотря на то, что растения живые, за ними не нужен практически никакой уход. Чтобы расти мху достаточно искусственного и не самого яркого освещения, а необходимое количество влаги коврик получит из воздуха, а также в момент касания к нему мокрых стоп после душа или ванной. Основой послужила подложка из плотного искусственного материала, поверхность которого состоит из полусферических ячеек. Для высаживания мха не нужен ни субстракт, ни грунт. Молодые ростки сажают прямо в выемки. А как вам такой вариант эко-коврика? По-моему, очень даже интересно. А это устройство создано для тех, кто не ест утром, исключительно из-за своей лени. Всего за пару простых движений оно приготовит вкуснейшний яичный ролл. Всё, что требуется от человека, это добавить в эко-кукер немного масла, а после влить взбитое яйцо. По желанию в ролл можно включить и, например, сосиску или колбасу, сыр, зелень, а также любые другие ингредиенты по вкусу. Работает устройство от сети и приблизительно время ожидания завтрака 10 минут. Как говорится, бон аппетит! Если слыша слово конструктор, вам первым приходят в голову огромные разноцветные блоки, из которых максимум, что выйдет собрать, так это башенку, то я спешу вас обрадоваться. Современный конструктор – это самое настоящее, не побоюсь этого слова, искусство. Вот, например, механический ретро-проектор, или, как будет правильнее, витаскоп. Кто не знает, что такое витаскоп – это один из ранних прототипов современных кинопроекторов, обеспечивающих проекцию изображения с киноплёнки на экран при помощи электрической лампы накаливания. Габариты деревянной модели составляют 220 на 130 и на 245 мм. Приблизительное время сборки от 4 до 8 часов, но поверьте, оно того стоит. В результате вы получите не просто интересную, но и работающую модель ретро-проектора. Достаточно будет вращать ручку и наблюдать за движущимися на экране картинками. Никто не рождается с хирургическими навыками, даже самым выдающимся врачам когда-то приходилось начинать с нуля. А знаете, что является одним из важнейших элементов хирургической операции? Наложение швов. Дело это очень тонкое и точное, требующее максимальной концентрации. Но чтобы пройти к идеальному результату, нужно ведь где-то тренироваться, правильно? Не на человеке же. Для такой цели существуют специальные тренажеры, имитирующие человеческую кожу и обладающие той же эластичностью, плотностью и сопротивлением. Они дают возможность отработать наложение швов таким образом, чтобы врач, оперируя пациента, выполнял уши в раны с минимальной травматичностью без риска расхождения. В комплекте тренажеру прилагаются все необходимые инструменты. Нет идеи, что подарить другу автомобилисту, подари ему брелок, представляющий собой коробку передач. Почему собственно нет, оригинальность он точно оценит. Вдохновление для создания такого изделия послужили оригинальные механические коробки, устанавливаемые на Феррари и Ламборджини. К слову, брелок полностью рабочий. Пружинный механизм создает впечатление мягкого и точного переключения с кликом, как на спортивных машинах. А ручка фиксируется на выбранной скорости. Только это не гоните. Бармена вызывали, а он уже здесь. Представляю вашему вниманию Бар Сайз, робота, знающего рецепты более 2000 различных коктейлей. К ним можно добавить и свои собственные, чтобы расширить список. Здесь предусмотрена установка 5 бутылок объемом 750 мл с базовыми ингредиентами. Кроме того, в Бар Сайз 2.0 есть 3 емкости для модификаторов. Скорость работы миксера регулируется, позволяя как перемешивать, так и взбивать содержимое. А это Байт Хелпер, незаменимый помощник для путешественников и туристов. Он помогает избавиться от зуда и раздражения, вызванных укусами различных насекомых. Для этого устройство задействует тепло и вибрацию, увеличивающую приток крови в выбранном участку. Несколько секунд будет достаточно, чтобы заметить разницу. Для желающих погрузиться в мир водного туризма, я включил в этот список надувную байдарку Explorer K2. Она будет идеальным вариантом как для новичков, так и профессионалов своего дела. Модель изготовлена из высокотехнологичного тросслойного материала, состоящего из двух слоёв особо прочного винила, между которыми проложена специальная сетка из полиэстера. Она не боится воздействия агрессивной среды, а также устойчива к перепадам температур. Explorer K2 больше подойдёт для озёр и спокойных рек. Обтекаемая форма корпуса способствует лёгкому скольжению, а ярко-жёлтые полосы делают байдарку заметной на воде, обеспечивая безопасность. Надувной пол даёт дополнительный комфорт и манёвренность. Максимальная грузоподъёмность лодки достигает 180 кг, а её размеры составляют 312 на 91 и на 51 см. Насосы весла включены в комплект. В походе возможно всё. Никто не застрахован от укусов насекомых и других опасных обитателей дикой природы. К этому нужно быть готовым. При укусе змеи многие источники рекомендуют совершенно взаимоисключающие способы оказания первой доброчебной помощи, но все они сходятся в одном. В первые минуты необходимо удалить как можно больше яда. Как раз для этой цели и существует следующий набор. Это экстрактор памп-кит. Главный инструмент здесь небольшой вакуумный насос или же шприц. К нему прилагаются пластырь, бритва, различные насадки, капсулы с веществами временно снимающими боль, а также дезинфицирующие салфетки. Это необычный нож, выполненный в форме двух половинок листика, соединяющихся воедино. Его длина в готовом положении 11 см, 5 из которых это лезвие. Такое изделие не займет много места и может крепиться на связку с ключами или, например, поезд. Но главное преимущество ножа заключается в том, что он всегда будет под рукой. Знаете ли вы, что велосипеды могут ездить не только по дорогам, но и по поверхности воды? И этот гидрофайлер – прямое тому доказательство. Этот необычный транспорт повторяет кинематику велосипеда, у которого есть педали, руль и седло. Дополняют их электродвигатели и батареи, а также грибной винт и подводные карбоновые крылья. Максимальная скорость, до которой можно разогнаться, составляет 20 км в час, что очень солидно. Рама этого коня алюминиевая и подготовлена к использованию в морской воде. Допустимая нагрузка от пользователя до 100 кг, а масса самого велосипеда составляет 20 кг. Существительность прогулки напрямую связана с поддержкой мотора. 4 часа на самом низком уровне и 1,5 при условии максимальной помощи. Это Мэк Изи, находка для тех, кому важен порядок на рабочем месте. Мэк Изи состоит из двух модульных органайзеров – фолио и борт. Оба изготовлены из магнитно-металлической основы, обтянутой искусственной кожей и поставляются с держателями из микрофибры, внутрь которых вставлены магниты. Борт, как следует из названия, это доска с выдвигающейся подставкой. С ней идут следующие держатели – магнитная коробка, кардхолдер, клипсы, а также круглые пластины. Фолио же – это вариант для людей, что часто бывают в разъездах. С ним приходят прочные листы, опять с календарём и планировщиком задач, а также кардхолдер, футля для документов со слотами подкрепления карты, зажимы для бумаги, клипсы и пластины для скрепок. На очереди мультифункциональная клавиатура, интересной особенностью которой стал сенсорный дисплей, RGB-подсветка и возможность выбрать переключатели – механические или мембранные. Дисплей разрешением 1920 на 515 пикселей одновременно поддерживает до 10 точек касания, что в свою очередь гарантирует низкую задержку при выполнении задач. Клавиатура совместима с разными платформами и может дублировать экран. Подключается она к ПК, ноутбуку или смартфону через USB Type-C и кроме того, к ней самой можно подключить флеш-накопители, внешние жёсткие диски, мыши и другие устройства. Несмотря на то, что даже в самых дешёвых телефонах есть программы для заметок и напоминаний, многие люди по-прежнему предпочитают блокноты, ссылаясь на то, что это надёжнее. Так ли это на самом деле решать только вам? Я же в защиту блокнота хочу показать необычную модель. Записная книжка, что вы видите на экранах, предлагает не только просторные страницы, но и беспроводную зарядку, что очень актуально в наше время. В случае, если ваше устройство не поддерживает беспроводную, сзади также предусмотрены кабели. У неё приятная тканевая обложка, да и в целом вещь смотрится очень солидно. Как по мне, для подарка самое оно. Знали ли вы, что температура и уровень влажности в квартире могут отразиться на состоянии здоровья людей и животных? Чего там говорить, при низких или наоборот высоких значениях страдают даже растения. Так что за показателями обязательно нужно следить. В этом деле не обойтись без специальных датчиков. Вот вам одна простенькая, но функциональная модель. Устройство имеет Wi-Fi и Bluetooth модули, а также поддерживает голосовое управление и может являться частью умного дома. Контролировать изменения можно через специальное приложение. Это камера моментальной печати, предназначена для самых юных фотографов. На сайте она представлена в самых разных дизайнах. Здесь есть и динозавры, медведи, жираф и даже тигр. Кроме того, можно выбрать комплект с кейсом для хранения. Что и как работает, разберётся даже первоклассник. Нажимаете на кнопку затвора, выбираете понравившийся кадр и нажимаете ещё одну кнопку для печати нужного кадра. Устройство работает от встроенного аккумулятора, не имеет острых углов и сохраняет фотоснимки в формате JPEG. Вы замечали, что когда занимаешься делом с установленным таймером, всё получается как-то быстрее. Ну или мне так кажется. В любом случае таймер так или иначе нужен. Даже, например, при готовке. Эта модель от BASUS отличается минималистичным корпусом. Время на ней устанавливается с помощью поворота корпуса. А для запуска отчёта предусмотрена отдельная кнопка сверку. Фишкой же устройства является возможность примагничивания к металлическим поверхностям. Также продаётся версия с подставкой. А это термоскотч. Теплопроводящая лента, использующаяся для различных целей, когда необходимо обеспечить крепление элементов и эффективный отвод тепла. Она выдерживает температуру до 280 градусов Цельсия. Продаётся мотками по 33 метра, шириной от 3 до 30 миллиметров. Покажите мне хотя бы одного человека, который никогда не слышал или даже не играл в тамагочи. Электронный питомец, что был на пике своей популярности в 2000-х годах, представлен на сайте в двух вариантах и в разных дизайнах. Модель под номером 550 работает от встроенного аккумулятора и заряжается по USB кабелю. А та, что под номером 560 нуждается в батарейках. Выбрать понравившийся питомца можно из 14 встроенных в тамагочи. А это дозатор для моющего средства, совмещенный с держателем для губки. Очень полезная кстати вещь, лишняя жидкость не вытекает и пользоваться удобно. Средство попадает, если нажать губкой на площадку сверху. Объём резервуара 380 миллилитров. У продавца же можно купить и губки. Нет миллиардов и возможностей, чтобы полететь в космос, не беда. С Марс Грин Планер каждый желающий сможет испытать острые ощущения от выращивания растений на коричневой планете и почувствовать себя первооткрывателем. Внутри круглосветящейся основы находится глинистый материал, имитирующий плодородную почву. Таким образом растения вырастают вертикально. Поливать часто не нужно, что только на руку. Марс Грин вмещает в себя до 2 литров воды, чего с головой хватит на месяц. Кроме того, круговая подсветка порадует не только пользователя любящего красоту в комнате, но и растительность. Иногда так хочется взглянуть на мир другими глазами. Например, через розовые очки. О, кстати, а вы знали, что есть специальные очки, превращающие все блики в сердечки? С ними мир становится сказочным сном. Продаются такие очки в разных цветах. Это касается как линз, так и оправы. Иногда у меня появляется резкое желание обновить мебель, и нет. Это не значит, что я покупаю новую. Наоборот, преображаю старую, делаю её ещё красивее. И знаете, ручки – это первое, что бросается в глаза. Вы только взгляните, какой милейший вариант я подобрал себе домой. Это золотистые пчёлки, которые не только преобразят старую мебель, но и добавят летнего настроения. Выполнены они из латуни и продаются набором по несколько штук. Имея комнатное растение, мы стараемся выбрать для него самый лучший и красивый горшок. И если вы находитесь в поисках такого, могу подкинуть одну интересную идейку. Это цветочный горшок, лицо с румяными щёчками, ресничками и веснушками. Изделие имеет габариты 18 на 13 сантиметров и идеально подойдёт для комнатных растений. В нём будут отлично смотреться и композиции из высушенных цветов. На выбор доступно два варианта дизайна – с руками и без. Это прикроватный ночник, поддерживающий голосовое управление. Он совместим с Alexa, Google Home, HomeKit, SmartSync и Marussi. Межим работы и оттенок настраивается через мобильное приложение или путём сенсорных кнопок на самом корпусе. Кроме того, пользователю есть возможность выбрать комфортную яркость, которая не будет напрягать глаза. Питается устройство от сети. На очередь миниатюрный домашний компьютер PixNii, вес которого не превышает 160 грамм. Он без особых проблем справляется с декодированием 4К видео и выполнением офисных задач. Что касаемо начинки, здесь установлен 4-ядерный процессор Intel Pentium N6005, 8 или 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 и SSD на 256, 512 или на 1 терабайт, в зависимости от конфигурации. Из интерфейсов есть следующие HDMI, USB 3.2, Type-A, Ethernet и 3.5 мм аудиоразъём, а также модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Как вам такой ПК и стали бы вы его покупать? Поделитесь своим мнением в комментариях. Надёжное хранилище материала очень важный вопрос для тех, кто занимается созданием цифрового контента. Многие используют для этой задачи внешние носители и в этом выпуске мы рассмотрим устройства Атлации, для которых надёжность второе имя. Линейка Ragged обладает водозащищённым прорезиненным корпусом, который не боится падений даже с высоты 3 метров. Выпускается SSD в трёх вариантах, на 500 гигабайт, на 1 и 2 терабайта. Габариты корпуса составляют 98 на 65 и на 17 мм, а его вес 130 грамм. Как показали результаты теста, скорость записи составляет 920 мегабит в секунду, а чтение 935. Каждому из нас иногда хочется почувствовать себя этим малышом и плюхнуться в аппетитную подушку печенья. А если серьёзно смотря на неё, у меня и правда разыгрался аппетит, а у вас? Кстати, на сайте вы найдёте и другие рисунки, бургер, пиццу, булку с маком или хот-дог. Креативное решение для подарка. Наш век современных технологий, даже школьники не обходятся без навороченных смартфонов, планшетов и ноутбуков. Однако большинство моделей стоят сумасшедших денег. Я же предлагаю рассмотреть Paxx. Бюджетная новинка от Realme. Планшет имеет стильный металлический корпус, как у 13-го айфона, толщиной 7 мм и 11-дюймовый дисплей. Начинка здесь следующая. Процессор Qualcomm Snapdragon 695 и 6 гигабайт ОЗУ. Также есть встроенное хранилище на 128 гигабайт. Разрешение основной и фронтальной камер 13,8 мегапикселей. Аккумулятор на 8340 мАч поддерживает быструю зарядку. Для беспроводного соединения есть Wi-Fi и Bluetooth. Обратите внимание, что при оформлении заказа можно выбрать цвет корпуса и комплект с адаптером для европейских розеток. И нет, это не реклама. Ватные палочки с йодом это то, что никогда не будет лишним, как в поездке, так и в походе. Они предназначены для оказания первой помощи, дезинфекции кожи и ссадин. В домашней аптечке тоже стоит иметь что-то подобное, ведь в жизни бывает разное. Палочки продаются набором по 10, 20, 50 и 100 штук. И 100 штук брать гораздо выгоднее. Перед использованием необходимо надломить головку помеченную полоской, после чего раствор смочит вату на противоположной стороне. И ею можно будет обрабатывать рану. Карманные фонари очень полезная и недооцененная вещь, которая действительно может выручить в ключевой момент. В этом выпуске представлена модель X-Oak Night, презентация которой проходила буквально пару недель назад. Фонарь выполнен в прочном корпусе из алюминия или титана, габариты которого 52 на 28 мм. Белый светодиод имеет максимальную яркость в 1100 люмен, а также работает в 7 режимах. На выбор предлагается несколько вариантов оформления и титановая версия обойдется дороже в половину. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.